В эфире итоги недели на БУК-ТВ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Это нужно не мертвым, это нужно живым. В Ленинском районе областного центра прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко дню Великой Победы. Новая точка притяжения на Брестской набережной – возрождение старых традиций. В Бресте открывается лодочная станция «Старая пристань». Областному слету конкурсу юных инспекторов движения «40 лет». Кто представит наш регион на республиканском уровне? 20 лучших отрядов выяснили в Бресте. Легко ли быть самым зажигательным танцевальным дуэтом? И кто она? Брестская королева терпсихоры. Ответы искали наши корреспонденты на занятиях у одной из популярных брестских школ социальных танцев «Фейс ту фейс». Обо всех этих событиях и не только о них расскажем прямо сейчас. Совсем скоро небо над Брестом раскрасят победные залпы праздничного салюта. Ровно три дня остается до самого главного праздника не только мая, а, пожалуй, весны – Дня Победы. Подготовка к торжествам сегодня в самом разгаре, а праздничные мероприятия с участием ветеранов войны стартовали еще задолго до Красного дня в календаре. Как всегда, заблаговременно и масштабно они прогремели в Ленинском районе города. В преддверии 73-й победной весны белорусы приходят на места захоронений, чтобы отдать долг памяти тем, кто ценой собственной жизни обеспечил и подарил нам, современникам, мирное небо над головой и возможность жить в независимом, суверенном, миролюбивом государстве. На гарнизонном кладбище в Бресте захоронены более 1800 известных и безымянных советских воинов, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Прежде всего, это нужно нам. Если мы будем помнить, чтить то, что сделали наши деды, наши прадеды, вот у некоторых отцы, мы тогда, наверное, будем иметь и будущее. Потому что они не только победили фашизм, они восстанавливали нашу страну, они строили наши города. И в итоге мы, наверное, благодарны должны им быть за то, что мы имеем сейчас. Как всегда, звучали теплые слова о мире и добре, счастье и здоровье, любви к родине и благополучии. К обелиску павшим воинам были возложены цветы. Участники торжественной церемонии, а это ветераны воины труда, военнослужащие пограничники, представители трудовых коллективов предприятий, организации Ленинского района, депутатского корпуса, молодежь почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной. Помнить, это нужно не мертвым, это нужно живым. Самое главное, что этих людей мы помним, этим подвигом гордимся, и молодежь, которая подрастает, воспринимает это как должное, потому что она понимает, что люди отдали жизнь за вот то светлое будущее, которое сегодня у нас. После митинга для ветеранов был организован торжественный прием и экскурсия в Музей истории развития Брестской энергосистемы. В гуще событий участница Великой Отечественной войны Таисия Козырь-Павловская. Она из тех, кого самая кровопролитная война в истории человечества застала в 12-летнем возрасте. Бывшая партизанка и сегодня сохраняет боевой настрой, несмотря на то, что хлебнуло горе, кажется, на несколько жизней вперед. На ее глазах расстреляли всю семью. Пожалели лишь младшего брата. Ее голос до сих пор дрожит, а глаза наполняются горькими слезами, когда речь идет о воспоминаниях нацистского зверства. Брата три года. Пожалели пулю, бросили в яму и на него расстреливали. Мне крестьяне рассказывали, которые потом в яму засыпали, что слышали, как он кричал. Вот это настоящий фашизм. И мы, я часто выступаю, молодежи рассказываю об этом. Сегодня в Ленинском районе Бреста проживает 117 свидетелей военных событий. С каждым годом их все меньше среди нас. И от этого, кажется, значение Великого праздника 9 мая становится еще более ценным и важным. В Бресте дружно и весело отметила 1 май профсоюзная отрасль. На главной сцене городского парка культуры и отдыха прошло торжественное мероприятие по награждению победителей областного конкурса профессионального мастерства «Умельцы Брещины». Организаторами престижного состязания выступает Брестское областное объединение профсоюзов совместно с областными отраслевыми комитетами. В шестой раз в праздник трудящихся дипломами и призами наградили 47 представителей самых разных профессий. С умельцами Брещины пообщались наши корреспонденты и выяснили, как и почему профессия становится образом жизни. Главенствующий момент для всех, кто собрался в этот день в парке награждения наших земляков, тех, кто внес весомый вклад в развитие региона в 2017 году. Почетное звание «Умельцы Брещины» и дипломы получили заслуженные люди области. В народе говорят, с мастерством люди не родятся, а добытым мастерством гордятся. Таковых профессионалов, мастеров на Брещине немало. Это связистые транспортники, строители, рабочие, социальные работники, труженики сельского хозяйства. Это лучшие люди по профессии, профессионалы, неравнодушные люди. Люди, которые в своей профессии хотят добиться высоких результатов, высочайших результатов, победить. Поэтому мы склоняем перед ним голову и говорим им спасибо. На сцену за заслуженными наградами выходили руководители предприятий, районов, частных компаний, труженики социальной сферы. Все люди достойные. Трудовые коллективы этих организаций достигли высоких показателей. В 2017 году выполняли и сегодня выполняют доверенный им фронт работ с самым высоким качеством. У нас нельзя работать за страх. У нас можно работать только за совесть. И тот, кто у нас работает, он именно так и работает. Потому что это забота об людях, забота о людях. Это должно быть открытое, доброе сердце. Это должен быть честный человек, порядочный. Это человек, который не будет ждать, о чем тебя спросят. А он должен сам видеть, в чем человек может нуждаться. Лучшие коллективы, предприятия и люди в этом году вошли в список тех, кто именует себя человеком труда. Их многолетняя работа является достойным вкладом в процветание Брестского региона. А запечатленные лица и названия – лишь малая толика того уважения, которое выражают брещане своим землякам. Изменить профессию не было желания. Каждый раз, идя в школу, естественно, берешь багаж какой-то. В первую очередь настроение хорошее. Что бы ни было в жизни, что бы ни случалось где-то в семье, на душе, но в школу только с хорошим настроением, с радостью. Но таких моментов было очень мало. Конечно же, это всегда воодушевление, энергия, хоть несмотря на годы, но энергия нужна, потому что малыши, с ними действительно пассивным не будешь. Нет, в другую сферу деятельности ни за что, никогда. А вот научиться и приобрести что-то новое – да. Потому что всегда нужно, чтобы быть на волне, чтобы быть много со временем, надо всегда расти. Надо любить свою профессию и отдаваться ей полностью. И не забывать о себе. Праздник труда берет свое начало с давних времен. Но какую бы почву под собой он ни имел, какие бы люди ни стояли у руля власти, в этот день чествует человека труда. А сам день 1 мая для большинства людей остался праздником с большой буквы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Набережная города над Бугом – одно из самых живописных, популярных и излюбленных мест отдыха Брещан и гостей областного центра. Каждый здесь находит отдых по душе. Туристы, как правило, катаются на знаменитом теплоходе Гродно, кормят птиц, наслаждаются летними пейзажами. У любителей спорта есть возможность позаниматься на тренажерах или освоить гироскутер. Для самых маленьких Брещан сладковата аттракционы фотосессии возле фонтана. Это место и вправду претендует стать вторым Брестским Арбатом. А с учетом того, что вскоре на набережной появится еще одна точка притяжения, приобретение нового статуса неизбежно. Залитая солнечными лучами набережная станет еще популярнее. Прогулку вдоль реки вскоре можно будет совершить не только на широко известном теплоходе Гродно. Брест готовится к открытию новой лодочной станции. Событие весьма значимое, ведь для жителей областного центра это не только появление новой точки притяжения, но и возрождение старых традиций города. Когда-то в 90-х на пристани уже была лодочная станция. Отсюда и название «Старая пристань». Судя по разговорам людей, то есть люди ждали очень долго этой лодочной станции. Вот в этом году мы выиграли аукцион, облагоустроили это место, построили новые ступеньки, облагородили окружающее все. И планируем открытие лодочной станции. Это будут для начала пять катамаранов, две лодки весельные для досуга людей. Катамараны будут четырехместные, два взрослых, два ребенка для семейного отдыха. И для молодых пар, либо для других людей будут весельные лодки. К открытию готовятся тщательно и скрупулезно. А новенький транспорт, кстати, белорусского производства, полностью готов к эксплуатации. В эпицентре расчистка акватории. Она под контролем МЧС. Помогают в уборке активисты БРСМ Ленинского района города. Планируется очистить подъезд маломерных транспортных средств как раз от лодочной станции. Очистить территорию от бытового мусора, также от растительности. Все обусловлено превращают к тысячелетию города Бреста. Но с другой стороны, развитие инфраструктуры как раз для населения, какие-то виды услуг, сервиса, это необходимо городу. Организация экскурсий, прокат катамаранов и лодок, станция Старая Пристань, как и в старые добрые времена, станет неотъемлемым атрибутом набережной. Полюбоваться природными красотами с реки или провести романтическую прогулку на воде. Сотрудники Старой Пристани постараются сделать отдых Брещан еще более приятным. Первые заплывы планируются уже завтра. К другим темам. В этом году областному слету конкурсу отрядов юных инспекторов движения исполняется 40 лет. Солидный возраст для подобного мероприятия. И это еще одно доказательство полезности его проведения. 20 команд учреждений образования городов и районов региона прибыли в Брест, где в течение трех дней проходили испытания, как теоретические, так и практические. Юные инспектора движения боролись не за подарки и дипломы, а за главный приз – возможность представить Брестскую область на республиканском слете. Примечательно, что команды Брещены редко возвращаются с подобных мероприятий без наград. Чтобы стать лучшими в республике, надо доказать, что ты сильнее всех в своей области. За конкурсными баталиями следила съемочная группа Бук-ТВ. Два дня юные инспекторы дорожного движения проходили теоретические и практические испытания. Показывали свой уровень знаний, правил дорожного движения, решали нестандартные задачи, проверяли свою внимательность. Каждый из восьми участников команды приносил заветные баллы в общий зачет. Было трудно, да. В этом году более усилий надо было предложить, чтобы так окончательно подготовиться хорошо. Ну, справились. Все потихоньку совершенствуются, ну, все начинают лучше что-то делать, но у каждого что-то где-то проседает, кто-то что-то делает лучше. Из-за этого соперничество еще сильнее. Ожесточенная борьба между 20 отрядами юных инспекторов движения развернулась, естественно, не за призы, хотя и они довольно ценные. На кону путевка на республиканский слет отрядов юных инспекторов движения. Очень тяжело поставить первое место за агитбригаду. Почему? Потому что, ну, действительно, 5 агитбригад, которые заслуживали это призовое место. То есть настолько была сильная подготовка, настолько артистичные дети, настолько был правильно подан материал, который необходимо, именно, как говорится, проводить в учреждениях образования с детьми. То есть это агитбригады, которые хочется слушать, это агитбригады, которые действительно обучают правилам безопасного поведения на дороге. Медики также отметили высокий уровень подготовки детей. Ведь очень важно, чтобы оказать правильную первую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. У этих детей есть чему поучиться взрослым. За 40 лет существования юидовского движения на Брещене его задачи кардинально не изменились. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, улучшение форм и методов изучения правил дорожного движения, организация деятельности отрядов и пропаганда среди сверстников правил безопасного поведения на дороге. Нам они помогают в жизни, чтобы предотвращать многие аварии, ДТП, чтобы дети не страдали на дорогах, чтобы все было хорошо. Мне очень нравится, так как в будущем может пригодиться знание правил дорожного движения. Также очень хорошая организация, подарки, незабываемые эмоции. Все прекрасно. В прошлом году мне не удалось занять призового места и в подготовке к этим соревнованиям я очень хотела занять какое-то призовое место и очень готовилась к этому. И я была очень рада, когда мне удалось победить в этом конкурсе. Награждение победителей и призеров по итогам двух конкурсных дней прошло в Центре молодежного творчества. Все участники областного слета конкурса получили призы от спонсоров и сразу семь команд заняли четвертое место. Создали этот праздник для всех. Создали возможность пообщаться на общей теме, на общей основе безопасности дорожного движения. Спасибо всем. И я вас всех поздравляю. Как отметила жюри, 40-й юбилейный областной слет показал высокий уровень подготовки команд. Третье место занял отряд из Вольновской средней школы Барановического района. Второе у отряда из Ганцевичей. Победу праздновали юные инспекторы движения из Больших Матыкал, повторившие прошлогодний успех. Им предстоит отстаивать честь Брещины на республиканском слете. Команда у нас сильная. Мы готовимся год к каждым видам, ПДД, внимательным конкурсам. И мы готовимся очень тщательно и внимательно. В нынешнем году 46-й республиканский слет конкурс отрядов ЮИД в конце мая примет Брест. А дома, как известно, и стены помогают. Ирина Альшова, Анастасия Назарин-Плотницкая, Эдуард Бакунович и Андрей Щерба. Специально для итогового выпуска «Бук.Информ». Уважаемые Брещане и гости города. Администрация Брестского парка культуры и отдыха приглашает всех желающих принять участие в акции по рекламе предлагаемых услуг предприятия. Акция будет проходить на площади Ленина 6 мая с 11 до 15 часов. В рамках мероприятия бесплатное катание детей на паровозике. Приходите, будет очень весело и интересно. Продолжаем выпуск. Брещане на звездном Олимпе. Самые высокие награды международных соревнований и конкурсов в Бресте. В очередной раз удача улыбнулась представителям танцевальной студии Face to Face под руководством Татьяны и Алексея Прокопенковых. На международном конкурсе в Харькове Вячеслав и Наталья Лукьянчики были удостоены первого места. А буквально через несколько дней Анна Ивашенко на фестивале пластики в Минске получила почетное третье место. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая познакомилась с талантливыми танцорами. О том, что значит танец в жизни этих целеустремленных творческих людей, говорить не приходится. Каждый поворот, каждый шаг либо наклон головы пропитан искренним удовольствием от того, что происходит. А потому они – люди счастливые. Вот уже шесть лет объединяет под одной крышей таких творческих личностей танцевальная студия Face to Face. Ее основатели-руководители Алексей и Татьяна Прокопенковы смогли создать из небольшого клуба настоящую творческую мастерскую, где любители танцев постигают и совершенствуют мастерство. Для меня сейчас танцы – это своеобразный такой образ жизни. Когда мы приехали в Брест с женой, мы не представляли, как будем жить без танцев. И вот решили начать здесь развивать именно наше направление, чтобы танцующих людей стало больше, и в Бресте в том числе. Социальные танцы – направление, которое развивают в студии Face to Face – это хорошая возможность не только развивать пластичность, умение слушать и слышать музыку. Это отличный шанс для того, чтобы сформировать себя как личность, получая при этом удовольствие от процесса обучения. В этом уверена Анна Ивашенко – обладательница третьего места на фестивале пластики в столице. Из Минска Анна привезла не только коронатерпсихоры, памятные подарки, но и желание развиваться и пробовать свои силы в новых испытаниях. Когда проходила церемония награждения, честно, Даша не поверила, когда награждали вначале девочек участниц, вручали дипломы. И когда началась процедура награждения призеров конкурса, не верилась, что назвали мою фамилию, и что диплом третьей степени, и диадема – вот они мои, осязаемые. Можно примерить, можно привезти в Брест, показать ребятам здесь, показать руководителям студии. Когда человек счастлив и получает искреннее удовольствие от того, что делает, он добивается высоких результатов. Этот тезис подтверждает творческий путь семейной пары «Лукьянчик». В свое время супруги вместе переступили порог танцевального зала и нисколько об этом не жалеют. Сегодня все свободное время они танцуют, танцуют дома, на тренировках и вечеринках, и это приносит им колоссальное удовольствие. Совсем недавно Наталья и Вячеслав вернулись из украинского Харькова, где принимали участие в большом фестивале-конкурсе. Зажигательный номер в категории «шоу» не оставил равнодушными членов жюри. Ребята вернулись в Брест с почетным первым местом. Мы участвовали в категории шоу-номеров. У нас был шоу-номер по бачате, то есть это постановочный номер, там есть элементы акробатические, в данном случае поддержки, помимо самого танца. В нашей номинации были разного уровня ребята, как и профессионалы, так и просто любители. Нам удалось выиграть. Мы очень счастливы, потому что для нас это такого уровня, международного уровня, конкурс впервые проходил. Успехи талантливых танцоров в студии Face to Face подтверждают мысль о том, как важно иметь увлечение, которое будет приносить радость и счастье. Ведь когда внутри огонь, тогда жизнь приобретает яркие краски. И в завершении выпуска о спорте. Вслед за представителями академической гребли спортивный соревновательный сезон открыли байдарочники и канаисты. На Брестском грибном канале в эти дни проходят республиканские соревнования памяти защитников Брестской крепости и кубок Республики Беларусь по гребле на байдарках и каное. Состязание собрали не только лидеров национальной команды, но и перспективную молодежь. Традиционно в открытии турнира принял участие олимпийский чемпион Сергей Макаренко. С легендарным земляком и его молодыми коллегами пообщалась наш корреспондент Ирина Ольшова. Большая вода Брестского грибного канала соврала сильнейших представителей сборных по гребле на байдарках и каное из всех областей Беларуси и города Минска. Двумя знаковыми соревнованиями, турниром памяти защитников Брестской крепости и Кубком Беларуси байдарочники и канаисты открыли соревновательный сезон. Это первый старт ежегодный, традиционный, который уже на протяжении многих лет мы проводим именно здесь, в городе Бресте, на этом знаменитом канале, где тоже, так сказать, хорошие традиции воспитания чемпионов и олимпийских, и чемпионов мира и Европы именно по гребле на байдарках и каное. В открытии соревнований традиционно принимает участие олимпийский чемпион по гребле на каное Сергей Макаренко. Для именитых гребцов он знаковая фигура для молодых спортсменов, пример в достижении целей и показатель спортивного долголетия. Самая главная опора ветераны, тренерские ветераны, кадры тренерские, самая главная опора вот в этом. Молодежь немножко, она стала, понимаете, немножко прагматичнее. Вы видите, стоять в стройах, сколько ветеранов стоит в стройах, на них вся опора. Три дня уже именитые мастера и перспективная молодежь провела в испытаниях своих сил и возможностей в различных дисциплинах программы. В этом виде гребли самая маленькая дистанция 500 метров, самая большая 5000. На турнире памяти защитников Брестской крепости соревновались юниоры и юниорки 2000 и 2002 годов рождения, а в Кубке Беларуси члены национальной команды и потенциальные претенденты на попадание в ее основной состав. Для меня это какой-то этап, который надо пройти, это для меня не основные соревнования. Основные соревнования будут отбор на Европу, где надо постараться выложиться и, надеюсь, будет на самой Европе. Те соревнования, посмотреть, как я готов на данный момент в сезоне, просто проверить соперников и себя. Все спортсмены, которые, получается, отобрались, которые пришли уже на соревнования, все очень достойны. И каждого мы уважаем и будем бороться, посмотрим, кто будет сильнее. По итогам двух соревнований тренерский штаб сформирует сборные команды, которые представят Беларусь на чемпионатах международного уровня. Здесь вся национальная команда Кубок Республики Беларусь, которая проходила сейчас зимнюю подготовку, подготовительный период. И здесь очень ответственный старт, так как будет отбор на чемпионат Европы, который состоится буквально в начале июня месяца. А у юношей также впереди ожидается главный старт, это первенство Республики Беларусь, которое состоится также в Бресте здесь в мае месяце. И затем чемпионат Европы среди юниоров и молодежи, чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Поэтому, безусловно, также все хотят узнать, на каком кто находится свете. Ирина Шоя, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67, мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании БУК-ТВ.БУАЙ, а также на нашем канале в Ютуб. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 6-7 мая территория Беларуси окажется под влиянием свежего антициклона с центром над Балтикой. Лишь крайний юго-восток страны останется в зоне малоактивной фронтальной системы. 6 мая в Бресте будет преобладать солнечная погода без осадков. Ветер северный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная – 8-10, выше нуля. Максимальная днем – 19 градусов тепла. 7 мая ожидается теплый ясный день без осадков. Ветер северный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 8-10 градусов, до 21 прогреется воздух в течение дня. Субтитры создавал DimaTorzok